Моё почтение, драгоценные зрители телеканала «Дождь», с вами программа «Бикоз» о том, что смотреть, что читать и что слушать. Меня по-прежнему зовут Михаил Козырев. Мы, как всегда, транслируем нашу программу ВКонтакте для всех пользователей. И сегодня у нас много разных тем. Я надеюсь, что вам будет интересно. Мы обсудим артистов, которые выступят на выходных на фестивале «Усадьба Джаз». Поговорим о главном эротическом фильме фестиваля «Кинотавры». Обсудим новый клип Кейти Перри. Но начнём вот с чего. Вчера я прочитал интервью британского актёра Джаррида Харриса, исполнителя роли академика Легасова в том самом сериале «Чернобыль». Сейчас вы можете посмотреть, как это выглядит. Я считаю, что сегодняшнее оправдание страшных поступков нашей власти в СССР выглядит именно так, как говорит об этом Джаред Харрис. Для меня такое ощущение, что сегодня оправдание того, что происходило вот именно во власти в Советском Союзе, это реально выглядит так, как будто современные немцы бы сегодня оправдывали Третий Рейх. У меня никогда не было никаких сомнений в том, что я живу в замечательной стране, и люди у нас очень хорошие, только вот с властью нам постоянно не везёт. Так вот, возвращаясь к Чернобылю. Мне кажется, это очень важное кино. У меня сложилось впечатление, что такое ощущение, что российское общество узнало о колоссальных масштабах аварии в Чернобыле только сейчас. Возможно, не все меня в этом поддержат. Я был бы рад ошибаться, но очень важно. Вы всегда должны помнить о людях, которые пожертвовали своим здоровьем, а некоторые из них жизнью. Вы помните там в сериале эпизод с водолазами, которые открывают вентили, чтобы предотвратить взрыв и распространение радиации через воду? Для тех, кто не смотрел сериал, уточню. Это один из важнейших моментов реальной операции, от которой зависело, распространится ли радиация на большую часть континента, и будет ли она вообще впоследствии обитаемой. Так вот, нам удалось найти Алексея Ананенко. На момент аварии ему было 26 лет. Он работал старшим инженером-механиком 3-го и 4-го блока Чернобыльской атомной электростанции. В начале мая 1986 года вместе с Борисом Барановым и Валерием Беспаловым он пошел под разрушенный реактор, где они открыли слив воды из бассейна. После этого Ананенко еще долгое время работал в Госкоматоме Украины. К сожалению, 2 года назад его сбила машина на пешеходном переходе, и он был в коме почти месяц. И долго восстанавливался после этой трагедии. Эти водолазы, а на самом деле инженеры атомной станции, получили, как выяснилось, не критические дозы облучения, как показано в сериале. Один из них, Баранов, умер в 2005 году, но не от радиации. А два других живут в Киеве. Вот мы нашли Алексея Михайловича Ананенко, и вот что он мне рассказал. Расскажите, пожалуйста, как получилось, что именно вы пошли под реактор? Под реактор? Ну, дело в том, что это была часть малой работы, меня за это деньги платили. Поэтому меня всегда говорили, что нужно делать, и говорили именно то, что я знал, чем я занимался. Только этим. Кем вы были на Чернобыльской атомной станции? Ну, да, я сначала был старший инженер механик. Скажите, пожалуйста, вы знали тех двух ваших коллег, которые с вами пошли? Это ваши сослуживцы были? Да, это были люди, которые работали на атомной станции. Вы знали про радиацию и чем она опасна? Потому что еще до того, как я туда пошел, люди, которые работали на предыдущей смене, они проверили там, где высоко это было. А я потом, ну, какая там ситуация. Вот, я это узнал, когда пришел, я прочитал и узнал, какая там была радиация. А я ж не только там прошел, где они смотрели, я еще спустился вниз, а там уже вода была. Вот, поэтому я вынужден был попросить, мне дали гидрокостюм, чтобы я там мог действовать. Вот, ну, и потом я еще взял две таких штучки дозиметра, одну из которых на грудь установил, а вторую на ногу. Вот, то есть там, где вода была. Потом я когда все сделал, я сдал вот эти две штучки. Дозиметры вот эти. И, как вам сказать, я не запомнил там большого. Да, большого дозы я сразу запомнил, это первое, но такого не было. И второе, я думаю, что если бы там что-то было, то мне сказали, идите к врачам. Ну, делайте такие вещи. Ну, и так далее. Но этого не было. Поэтому думаю, что мне просто все удалось сделать. Скажите, пожалуйста, фонарик у вас с собой какой-то был? Вы же, как я понимаю, пошли в темноту. Дело в том, что фонарик у меня всегда был. Вот, я мог его взять, и как получилось? Я думал о том, что куда придем, а может быть, там все не так стало, как раньше было. То есть вдруг там темно. Обычно заходишь, включаешь одну штучку, куда зашел, и там помылся свет, светло все видно. Вот, поэтому я этот фонарик брал. Ну, сейчас я не могу сказать, что там было полностью темно. Вот. Какое расстояние вы прошли? Вот сколько метров вы примерно прошли до того места, где вам надо было работать? Ну, как? Вы имеете в виду, наверное, когда я вниз спустился уже? Да, да. Ну, там я спустился, но там было несколько десять метров, наверное. Сейчас я не могу сказать мгновенно. Но там было просто. То есть в одну сторону надо было идти. Вот. И бегать не стоило бы, потому что, ну, это неудачно бежать в воде. И никогда не знаешь, что там внизу, на самом деле, есть. А сколько, какой уровень воды был? Вода была по колено или по щиколотку, или по пояс? Ну, у меня же было на двух моментах. Одна на моей ноге. Вот. Как раз там вода была. По колено где-то, может, даже чуть меньше. Сколько времени у вас заняло выполнение задания? Сколько вы там провели? Ну, я вот не могу сказать. Может, час там всего. Вот. То есть там главное, вот там было пройти пешком быстро. А потом надо было открутить вот эти вот... Вентили открутить нужно было? Да. Вот. Их надо было, ну, открутить. И я же не знал, как там будет, когда впустимся. То есть раньше-то я все понимал, а поскольку тогда не знал, может, там что-то поменялось. Вот. Поэтому я взял с собой... Ну, такую большую часть ключ, вот. С помощью которого можно было открутить их. Две штуки. Но когда мы пришли, я посмотрел и увидел, что, в принципе, они хорошие, чистые. То есть можно было просто покрутить их сами. И все. И она начала течь. Верное, видимо, не течь. Она уходила вниз. И по трубе, по длинной, она уходила. И шум был слышен. Вот это было хорошо. То есть было понятно, что вода уходит. Скажите, сколько лет вы еще проработали на Чернобыльской станции после аварии? Ну, три. Три года, да? Да. Как-то вас поощрили после выполнения задания? Какую-нибудь премию дали или награду? Ну, маленькой там дали, там, 80 рублей. Ну, это деньги были не очень большие. И я не знаю, просто потратил, что-то мне надо было, и что-то я купил, и все на это. Понятно. Алексей Михайлович, спасибо вам большое и за то, что вы выполнили тогда свой долг. И дай вам Бог здоровья доброго. Живите долго, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, что согласились поговорить. Жена Алексея Михайловича Ананенко в интервью рассказала, что даже не все соседи знали о том, что он участвовал в ликвидации последствий аварии. А вот сейчас узнали в связи с этим сериалом. Алексей Михайлович Ананенко сейчас на пенсии живет со своей супругой в обычной квартире в Киеве. Вот просто такой человек, который спас наш мир. Субтитры создавал DimaTorzok